Сегодня я утилизирую старый хлам. Что-то пойдет на дрова, что-то на палки для помидоров. Ну а прежде чем это все резать, нужно повытаскивать гвозди. Гвозди я буду вытаскивать классическим гвоздодером. Но кроме гвоздодера я буду использовать еще два самодельных приспособления. Значит первое это труба, обычная полудюймовая водопроводная. Здесь она заточена, а здесь варена заглушка, чтобы стучать молотком. Значит это приспособление я использую, когда гвоздь забит полностью заподлицо. И его нельзя поддеть ни клещами, ни кусачками. Второе это прут на 12, в нем есть отверстие на 5 мм, глубиной порядка 40 мм. Значит этой приспособлой я выравниваю и выбиваю гвозди, когда они не забиты насквозь. Особенно если они гнутые, кривые, выбивать их молотком не очень удобно, потому что они норовят согнуться обратно. Ну и так более безопасно. Ну а теперь весь процесс в действии. Кстати купил себе недавно вот такой гвоздодер, американского типа. Оказалось достаточно удобная вещь, рекомендую. Ну тут уже однозначно на дрова, но все равно гвозди вытаскиваю, потому что доставать их потом из золы не очень удобное занятие, так как золу я использую на огороде. С этим позже. Таких трубок можно сделать парочку. В одной сделать сверление миллиметров 50-60, а в другой миллиметров 20. Но я обхожусь пока одной. Сейчас еще одну приспособу покажу. Вот таким ступенчатым упором для гвоздодера я пользуюсь уже лет 10. Сделал его когда-то из груши. Он уже такой потерпевший, потому как даже большим гвоздодерам не всегда удобно вытаскивать. Причем его можно поставить как этой стороной, так и этой. Сейчас попробую найти гвоздь. Вот гвоздь забитый полностью. Ну скажем так, еще усложним задачу, забьем второй. Сейчас поддеть его не кусачками, ничем другим нельзя. Дальше берем кусачки. И вот так вот. Раз. Можно и так. Второй. Главное правильно взять. Не ударить по острой стороне. Потому что она не каленая. Вообще шляпка взорвалась. Вот такая вот рационализация. Кому полезно, ставьте лайки. На этом на сегодня все. Я буду работать дальше. А вы смотрите видео. А их на канале почти 500 штук. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.